МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Сегодня второй день 26-го фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуреева и на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля «Комедия». Комедий за всю историю существования искусства балета было не так много, еще меньше сохранилось, поэтому балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» идет сегодня практически на всех крупнейших мировых сценах. Это уникальное сочинение. Первая постановка «Дон Кихота» состоялась в Вене в 1740 году, а Петербург, холодный зимний Петербург, узнал «Дон Кихот» под названием «Свадьбы Гамаша», поставленный французским хореографом Лефевром в Париже в 1801. Эти спектакли до наших дней не дошли ни в каком виде, мы просто знаем о том, что они существовали. Мариус Петипа, главный хореограф петербургской императорской сцены, в 1869 году обращается к профессору Московской консерватории по классу скрипки, австро-венгру Людвигу Минкусу, с просьбой написать специальную партитуру, габалету, которую он собирается поставить, эллибретто которого придумал «Дон Кихот». Минкус пишет замечательную, незатейливую, бьющую, как брызги шампанского музыку, которая нужна Петипа для того, чтобы чередовать классический и народно-сценический, исторический танец. До того, как он приехал в Петербург, Петипа объездил многие страны и, конечно, Испанию, в которые был влюблен. Влюблен много раньше. В нее и был автор балета, автор романа «Дон Кихот» Мигель Сервантес, который, наблюдая за тем, как танцуют его соотечественники, писал, что, кажется, здесь носится сама радость и скачет само веселье. В 1869 году на сцене Большого театра премьера «Дон Кихота». Через три года, в 71-м, «Дон Кихот» на сцене Мариинского театра. А в 1900 году выпускник Петербургской хореографической школы Александр Горский ставит на сцене Большого театра новую редакцию, основанную на хореографии Мариуса Петипа. И вот эта редакция дошла до наших дней с изменениями, потому что добавлялась музыка других композиторов, цыганский танец принадлежит композитору Желобинскому. Хореографы вносили свои коррективы в хореографию Петипа-Горского. Владимир Васильев, выступив в балете «Дон Кихот» впервые на сцене Большого театра, изменил вариацию Базиля в праздничном и торжественном ПДД заключительного акта в финале. И она стала для всех канонической. Рудольф Нуриев, конечно, не мог существовать в своей творческой жизни без «Дон Кихота». В 1962 году на сцене Венской оперы он ставит свою редакцию, а в 1973-м снят фильм «Балет Дон Кихот» по спектаклю Нуриева. И вы можете его видеть, он доступен. Интересно, что между действием Нуриев снимает сцены, касающиеся исключительно «Дон Кихота» и «Санчо Пансе», как бы извиняясь, все хореографы извинялись, и Нуриев тоже, за то, что балет не о самом «Дон Кихоте» и не о «Санчо Пансе», а о «Ни второстепенной персонаже». Он об Испании, об Испанской площади. В нем носится радость в испанских танцах, в нем скачет веселье, в нем любовь главных героев Китри и Базиля. И «Дон Кихот» и «Санчо Пансе», которые это все наблюдают со стороны. Мне бы хотелось, Санчо, чтобы ты оценил и полюбил комедию, а следственно и тех, кто ее представляет, и тех, кто ее сочиняет, «Ибо все они — суть орудия, приносящего государству великую пользу. Они беспрепятственно подставляют нам зеркало, в коем ярко отражаются деяния человеческие, и никто так ясно не покажет нам различия между тем, какие мы суть, и тем, каковыми нам надлежит быть». «Быть» Мигель Сервантес, «Дон Кихот, XVI век». В сегодняшнем спектакле главные партии ведут балерина Большого театра Евгения Образцова Китри и солист Мариинского театра Ким Кимин Базиль. Партии «Дон Кихота» Дмитрий Денисов, Санчо Ренат Ибрагимов, Тореадор Эспада, солист Мариинского театра Карен и Аниссян, Гамаш, солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Антон Домашов, уличная танцовщица в первом акте и по Великинице Дриад во втором, солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Ольга Сизых. За дирижерским пультом главный дирижер театра Ренат Салаватов, второй день фестиваля, комедия, балет, донки, ход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА